Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас новая серия на проекте Родина РП Первый Сир. Была такая небольшая пауза, пацаны, буквально там две недели, и снова я буду снимать на Родине. Но перед этим я хотел бы напомнить, чтобы вы не забывали вводить мой ник. Мой ник Кирилл Путболови, просто при сайте вводите мой ник, и на третьем уровне я получу 250 тысяч, и 150 тысяч я дам вам. Поэтому, пацаны, обязательно вводите мой ник при регистрации. Ну что ж, сегодня, как я обещал, я хочу поехать и купить Ниву, сравнить баги с Нивой. На баги мы уже ездили, кто не смотрел эту серию, ссылочка на эту серию будет в описании. А сегодня я хочу купить Ниву и буду ездить на ней. Пацаны, давайте поддержите эту серию лайками, давайте наберем очень много лайков, давайте 100 лайков наберем на этой серии. И я буду продолжать дальше снимать с вебкой, пацаны, поэтому все зависит только от вас. Я арендовал машину, и теперь я направляюсь на штрафстоянку. Там я возьму свой баги, продам его, и мы поедем, купим пацаны Ниву. Давайте я не буду затягивать уже, когда доеду, продам машину, приеду уже в автосалон, тогда мы уже продолжим. Ну что ж, пока мы летим, я хотел бы вам рассказать о том, что я создал свой аккаунт в инстаграме. Пацаны, там будут эксклюзивные фоточки из моей жизни, поэтому подписывайтесь на мой инстаграм, ссылочка будет на него в описании. Все, пацаны, я уже прилетел, получается, на рынок, здесь довольно-таки много машин, тот же самый Ланос, который у меня был, вот здесь баги есть. Ну, баги я покупать не буду, потому что, ну, как по мне, баги полное дерьмо, потому что оно там ломалось очень быстро, и так далее. Ну, кто не смотрел предыдущую серию, пацаны, можете, кстати, посмотреть. А вот Нива 140 тысяч стоит, кстати, по-моему, дешевле стоил. Здесь, кстати, еще есть семерка, да? Блин, вот семерку бы я себе купил. Семерка реально очень прикольная тачка, я бы себе ее взял. Возможно, попозже я себе ее куплю, но сегодня наша цель это Нива. Давайте не будем затягивать, так сказать, сразу ее купим за 140 тысяч, и еще поедем в тюнинг, ее прокачаем. Какая-то здесь, походу, дичь непонятная. Так, давайте пропишем просто парк. Оп. А, здесь мотоцикл какой-то стоит. Ну, такое себе на самом деле, ну, такое себе. Типа, нам мотоцикл мешает здесь уехать. Ну да, ну да. Прям заебись просто, пацаны. Опа. Так, обратно используем нашу... Небольшой такой бажочек используем. Просто паркуем машину и едем дальше. Сейчас заедем из 100, я думаю, прокачаем немножко Ниву. Так само немножко, как я прокачивал, кстати, баги. Я баги не полностью прокачивал, я там по мелочи поставил. И на Ниву я хочу сделать то же самое. И потом уже поедем на то же место, в горы, и проверим, как она себя покажет на безорожье. И как она будет ломаться. Если она будет так же быстро ломаться, то я буду на самом деле в шоке. Потому что я считаю, что Нива должна по-любому затащить. Так, диски мы, наверное, не будем ставить. Просто она будет у нас такая стоковая малышка. А вот, например, двигатель я бы поставил на самом деле. 220 тысяч стоит. Покупаем. Нам на самом деле нужно ускорение, пацаны. Нужно ускорение. Давайте найдем, так вот, усиление максимальной скорости. Нет, нам нужно именно ускорение, потому что максималка нам особо не нужна на бездорожье. Так, подвеска. Усиление выносливости больше хп авто до статуса максимум. Ну, давайте поставим. Я просто не помню, мы ставили. Нет, по-моему, мы это не ставили на баги. Поэтому я это ставить не буду, чтобы все было по-честному. Так, резина. Усиление разгона. Так, усиление разгона пусть будет. Снижение веса. Снижение веса. Тоже я, по-моему, ставил. Сцепление. Сцепление нам дает усиление разгона автомобиля. Это мы тоже ставим. Все, больше, по идее, я ничего ставить не буду. Да, больше ничего не будем ставить. Тормоза не будем ставить. По мелочек так закупились. И можно отсюда просто-напросто выезжать. Все, тачка у нас в хорошем тюнинге, я думаю. Можно отсюда выезжать. Так, он мне тачку забрал, да? Просто отлично, блядь. Просто охуенно, пацаны. Реально просто охуенно. Пацан меня просто украл Ниву. Какой же просто ублюдок вонючий, отвечаю. Просто реально ублюдок. Вот, блядь, нахуя просто забирать? У тебя в своей машине нету или что? Так, пацаны, я, короче, перезашел и приехал за свою Ниву, потому что я ее сюда припарковал. И она уже стоит хрен знает где. Я не знаю почему, походу, кто-то ее взял, потом бросил. Потому что она была открыта у меня. Я просто забыл, что, типа, когда ты покупаешь машину, у тебя она открытая. И нужно ее закрывать. А я не закрыл. И поэтому чувак у меня благополучно украл ее. Сейчас мы, короче, ее закроем, доедем до гор. Да, видите, кто-то не ехал. Сука, как бесит просто, блядь. Купите себе машину, ебаный рот. Потому что, блядь, я просто выехался с той, этот ублюдок. Я думал, он хочет просто сесть на пассажирское. А он просто взял и сел за руль. И уехал. Все, закрываем тачку. Давайте, может быть, кстати, ее перекрасим. Все, садимся за руль и направляемся, получается, на те самые горы, где я ездил на бахе. Пацаны, я сейчас все еще еду на горы. Я просто в шоке от этой Нивы. Она так быстро ускоряется. Просто, видите, у нее полный привод. Она просто очень быстро ускоряется. И это еще даже не полный тюнинг. Я не понимаю, зачем их не покупать, эти машины. Потому что она едет 160, 170 километров просто. Понимаете? 170 километров, пацаны, едет Нива просто. Не в полном тюнинге. В полном тюнинге где-то может быть ехать 180, может быть, даже 200. Еще и Синит на нее поставить. Реально просто пушка на полном приводе будет, пацаны. Я вам отвечаю. Я очень хочу сейчас ее протестить. Но я уже понимаю, что Нива будет лучше, чем баги. Но давайте лучше это проверим, как бы. Думать можно все, что угодно. Но... А проверить нужно, пацаны. Нужно обязательно это все проверить и сравнить. Ну что ж, пацаны, я уже почти доехал. Я просто не знаю, типа... По-моему, нельзя по полям ездить на Ниве. Вы писали, что можно ездить по полям на, получается, баги. На баги можно по полям ездить. Ну, пацанам, ну похуй. Они вообще полетели просто по своим делам. Но я боюсь, что меня посадят. Поэтому, ну, будем рисковать, пацаны. Все ради контента. Просто я на горы приехал, хочу покататься. Вот и все. Так, начинаем отсюда. Просто погнал. Я не помню, на баги было нитро или нет. Надо было серию, наверное, пересмотреть. Но, по-моему, не было. Я, по-моему, не ставил нитро. И здесь тоже нитро не будет. Мы, по-моему, заезжали вот на эту гору. Хотя, по-моему, нитро было там. Блин, там, по-моему, нитро было. На баги. Ну, ладно, ладно. Будем без нитро на Ниве. Реально, я просто помню, что на туре там, по-моему, было нитро. Так, давайте попробуем вот так заехать. Нет, ее сносят, пацаны. Ее сносят, но можно заехать жопой. Нет, жопой тоже не получается. Ладно, давайте тогда попробуем с разгона просто заехать. Я, по-любому, уверен, что Нива крепче, чем баги. Но давайте просто попробуем, например, вот с разгончика заехать. Такого небольшого. Чтобы у нас сработало все. Блин, а баги сюда заезжало. Блин, я реально не помню, было на баги нитро или не было. По-моему, было, блин. По-моему, было там нитро. И поэтому, скорее всего, Нива сюда не заедет. Но давайте еще раз попробуем последний. Я просто верю, что она должна заехать просто. Она должна заехать Нива. Нива, давай! Блин, нет, Нива не хочет заезжать. Ладно, давайте как-то с другой стороны объедем. А здесь, походу, с другой стороны объезда нету. И Ниве уже плохо. Она уже дымится, пацаны. Она уже дымится. Давайте я ее починю. Рэпкар. Я с собой ремку взял. Блин, я даже не знаю, что делать просто. Я не могу заехать наверх. Давайте попробуем тогда объехать. Тогда попробуем объехать. Ну, блин, я думал, она будет проходимее. Она тоже полноприводная. Баги, по-моему, заднеприводный был. А это полный привод. И она не может заехать просто. Она просто не может заехать. Так, 11 хп показывается. А, вон, 999 хп у нас. Вот здесь можно заехать. Давайте попробуем. Вот с накатиком она неплохо идет. Реально, очень неплохо идет. Когда уже скорость набрал и едешь, она неплохо едет. Ну, а так, блин, Баги туда заехал. Но я реально не помню, было там нитро или не было. Ох, как я уебался просто. А, Нива, живи. Нива, живи просто. Ну, блин, это от удара было. Просто вот мы ездим. Давайте вот буду просто я ездить. Так вот. Вот так с разгона так съеду просто. Ой, блядь. Пацаны, вы ничего не видели. Так было задумано. Ну, короче, Нива реально пизже просто. Нива пизже, чем все остальные машины. Конечно же, нет. Нива пизже, чем, получается, Баги. Реально пизже. Тем, что она быстрее намного, по-моему. Баги медленнее ехал. Баги реально медленнее ехал. А эта тачка реально прет. Но, в итоге, у них конец один, пацаны. Что Баги тогда сломалось здесь. Что Нива здесь сломалась. Но Нива покрепче будет, потому что я так нормально в два раза в дерево врезался. Поэтому это довольно-таки хорошо. Мы проверили ее на прочность. И я уверен просто на 100%, что Нива прочнее. Но, в итоге, она тоже сломалась. В итоге, она тоже сломалась. И ей пришел конец. Дальше на ней смысла нет уехать. Все, пацаны. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Вводите мой ник при регистрации. Подписывайтесь на мой инстаграм. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok